Ну и прямо сейчас мы перейдем к первой теме выпуска. Центробанку предложили ввести льготные кредиты для молодежи по ставке, на секундочку, 2%. Это инициатива депутата Бориса Чернышева. Соответствующее письмо он направил главе Центробанка России Эльвире Набиулиной. В своем обращении парламентарий отмечает, что россиянам от 18 до 30 сложно накопить на автомобиль, квартиру или на обучение в престижном ВУЗе. Любой кредит предполагает многолетнюю кабалу и начисление огромных процентов, добавил депутат. По мнению Чернышева, льготный кредит с минимальным процентом даст молодым реальный шанс на нормальную полноценную жизнь, создание семьи, развитие своего бизнеса, покупку квартиры или же машины. Но между тем, сейчас регионы все глубже подсаживаются на кредитную иглу. Фактически каждая вторая российская семья живет в долг. Наши сограждане вынуждены занимать, чтобы вернуть взятые ранее кредиты. Получается, не у всех. По сравнению с прошлым годом в России в два раза выросло число банкротов. Учитывая, что в следующем году инфляция разгонится, а реальные доходы могут упасть, россиянам пора начинать сберегать, а не тратить, считают эксперты. Средний долг на человека перед кредитными организациями, по данным на 1 июля 2018 года, составил 163 тысячи рублей. Почитали в компании домашние деньги. Таким образом, уровень закредитованности россиян вырос на 11% со 146 тысяч рублей в прошлом году. Ну так почему же банки продолжают выдавать потребительские кредиты? Кому сейчас вообще под силу с ними рассчитаться? И вообще, меняется ли сейчас что-то со стороны финансовой грамотности населения? Предлагаем обсудить эти вопросы в студии Наталья Попова, директор Poweros Bank по Хабаровскому краю. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы уже сказали данные лета о том, что регионы берут кредиты и вообще закредитованность. Практически у каждой второй семьи есть кредиты. Ситуация к осени поменялась? Ну, наверное, сравнивать лето и осень – это такой крайне короткий период для того, чтобы выстраивать какие-то тенденции. Если мы вернемся в 2017 год, то как раз кредитная активность населения в этот период времени снизилась, и долговая нагрузка начала падать. Соответственно, накопился определенный отложенный спрос у населения на приобретение определенных товаров и решение каких-то своих вопросов. И в 2018 году действительно банковская система столкнулась с ростом активности, кредитной активности населения. И таким образом кредитная нагрузка вот в статистике выросла у населения. Но такова ситуация на сегодня, что банки достаточно конкурентную среду организуют для населения. И сегодня можно выбирать, где брать кредит, на каких условиях. И можно для себя выбирать лучшие условия. А можно ли говорить о том, что россияне, которые набрали кредитов, увидели, что проценты по кредитам снизились существенно и пытаются их рефинансировать? Соответственно, взяв там один большой кредит на то, чтобы погасить все остальные, но с меньшим процентом. С одной стороны, 2018 год характеризуется как год роста активности кредитной у населения. С другой стороны, это год бума рефинансирования. Я бы так назвала этот период. Действительно, те предложения, которые сейчас есть у банков по рефинансированию своих обязательств, они действительно очень интересные на сегодняшний день для клиентов. Надо это слышать, видеть, понимать и использовать этот новый банковский, ну он не новый, но активно развивающийся банковский инструмент на сегодня, использовать для того, чтобы оптимизировать свою долговую нагрузку. Кроме того, мы наблюдаем, что у населения есть не один кредит, а два, три, пять и более кредитов. И рефинансируя их в один кредит, можно не только облегчить свою жизнь с точки зрения контроля за графиком платежей, но и существенно сократить свои ежемесячные расходы по обслуживанию долга. Наталья Николаевна, а так все-таки рефинансирование того же кредита на сегодняшний день это грамотное финансовое поведение или это все-таки вынужденная крайняя мера, на которую идут те, у кого платежи достаточно высокие, они понимают, что уже не тянут? Для многих клиентов, у кого большой объем кредитов, это вынужденная мера, но это очень взвешенный грамотный подход, потому что сейчас мы наблюдаем, клиенты даже с одним кредитом, с одним ипотечным кредитом успешно его рефинансируют в другом банке и таким образом могут сократить на 5, даже 10 процентных пунктов свою долговую нагрузку, свою процентную ставку по кредиту. А вот что касается банков, они же должны быть все-таки уверены в своих клиентах, как-то изменилось доверие и вообще кого кредитуют, то есть обязательно ли, чтобы была там хорошая кредитная история или допустим есть у человека еще один какой-то кредит, смотрят ли на это? Мы, наверное, уже последние лет 10 живем с понятием кредитная история и это не новость и банки всегда стараются об этом много говорить своим клиентам, сохраняйте, бдите за своей кредитной историей, обеспечьте высокую свою надежность в глазах банка. И тогда, ну на сегодняшний день, пожалуй, кредитная история является основным критерием при оценке благонадежности клиента и при решении вопроса выдавать или не выдавать кредит. Конечно, учитывается уровень дохода, безусловно, если клиент сотрудничает с банком и получает заработную плату на карту банка. Но сейчас это не является основным, но если кредитная история в порядке и ты можешь подтвердить свои доходы, то, безусловно, ты являешься благонадежным клиентом для любого банка и банки с удовольствием таких клиентов кредитуют, причем даже под более низкий процент. Про низкий процент. И вот опять-таки парламентарий Борис Чернышев обратился к Навиулиной с предложением о том, что для молодежи с 18 до 30 давайте введем кредит по ставке в 2%. Вот на сегодняшний день, как вы считаете, это какой-то осознанный шаг? Готовы ли банки уже пойти на подобное? Потому что вроде с одной стороны молодежь до сих пор считается, что достаточно ветреные ребята взяли кредит, а потом уже то, что платить, это уже потом. Или мы готовы уже к такому? А вообще кредитование под низкий процент определенных категорий населения или определенной категории бизнеса, это правильная государственная политика. И вот в части этой инициативы мы все-таки говорим не о том, чтобы банк самостоятельно выдавал кредит под такую ставку, мы понимаем, что цена денег на сегодняшний день на рынке совершенно иная. Ну, в этом случае банки вынуждены были бы тогда снизить ставки по депозитам. Ну да, ставка рефинансирования для нас является здесь определяющей. Но вот низкие процентные ставки для определенных категорий населения, это вот именно правильная политика государства по стимулированию образования, определенных потребительских интересов населения и поддержания той же молодежи в первую очередь, чтобы достаточно высокий был уровень жизни. А что показывает опыт других стран? Работает ли такое или нет? Это работает, безусловно. И повторюсь, это нормальная практика государства выдавать кредиты под низкие процентные ставки. Ну, как понять, что человеку по силам платить, например, кредит? Какую вот долю от дохода должны занимать платежи по обслуживанию долга? Да. Мы все чаще и чаще говорим о том, что, уважаемые наши клиенты, повышайте свою финансовую грамотность. И, ну, на сегодня, безусловно, очень много для этого есть возможностей. Интернет дает много информации об этом. Информационные агрегаторы дают возможность провести анализ различных финансовых предложений и выбрать для себя лучшее. И клиенты все более, мы наблюдаем, что наши клиенты все более становятся грамотными, задают более правильные вопросы. И вопросы личного финансового планирования на сегодняшний день очень актуальны. И мы рады общаться с теми клиентами, которые серьезно задумываются и серьезно взвешивают свои личные финансы перед тем, как принять важное решение в жизни, взять кредит. Кредит — это нормально. Кредит — это финансовый инструмент, который позволяет купить новую квартиру, купить машину, решить другие финансовые вопросы. Мы говорим нашим клиентам о том, что кредитная карта — самый простой финансовый инструмент, который, ну, помогает тебе не бежать к соседу или к родственнику в случае какой-то сложной ситуации и необходимости получить деньги. Поэтому все эти вот вещи в совокупности, они, желание клиента взять кредит должно быть обусловлено безусловно серьезным взвешенным подходом. Надо оценить свои силы, надо оценить свое трудоустройство, насколько оно надежное. Какие уже сейчас есть обязательства у клиента текущие, потому что есть коммунальные платежи, есть необходимость оплачивать там лечение, обучение детей и так далее. Вот. И таким образом взвешивается долговая нагрузка. Ну, мировая практика где-то до 60% доходит объем ежемесячных платежей к объему дохода ежемесячного. Но мы рекомендуем где-то не более 40%, это такая нормальная практика, потому что если выше, может быть тяжело. В общем, главное — осознанный подход к такому вопросу. Спасибо вам большое. Напомним, у нас в гостях была Наталья Попова, директор Power of the Bank по Хабаровскому краю. Продолжение следует...